Сегодня мы занимаемся раскраской яичек, готовимся к Пасхе. В прошлом году Тимур вот сделал вот такое замечательное яичко, да, акриловой красочкой золотой красил. Сегодня же он делает вот такую деревянную шкатулочку. Да, он еще не придумал, какой рисунок делает, поэтому он сейчас берет карандаш, придумает, какой рисунок и наносит основу. А у Владика гораздо проще задача. У него что, Владюш? Нужно раскрасить. У него заготовочка «Куриная семья». Вот, нам нужно отделить куриную семью от подставочки. Надо отделить куриную семью от подставочки. Подставочку мы будем красить каким цветом? Зеленым, как травка. И на нем можно потом аккуратно нарисовать также какие-то цветочки, ромашечки, чтобы было красиво. А семью мы положим, как, Владюш? Рисуночком кверху. Да, и будем раскрашивать. Из краски мы выбрали пастельные тона, чтобы она была нежной и красивой, праздничной. Да, Владюшинка? Первые будут глаза, самые тяжелые. Нет, мы начинаем с основы. Раскрашиваем первым делом основу. Это фон. Крабу? Да, то есть мы сначала головку раскрашиваем нужным цветом, а потом, когда краска подцомнет, наносим глаз. Ну, нам все нужно раскрашивать. Но прежде чем... Подожди, дай я посмотрю еще раз на рисуночек. Не шевели, мне же нужно резкость навести. Глазки у нас проще всего. Нам просто нужно кружочек. Поэтому мы самые мелкие предметы оставим на самый последок. А раскрашивать будем от самого светлого тона до самого темного тона, для того, чтобы у нас меньше пачкалась кисточка. Давай, Владюша, можешь приступать. Кисточка должна быть, Тимур, какая? Сухая, потому что... Сухая. Да, тоненькая и сухая, потому что краска в противном случае будет течь. Владик раскрашивает акриловыми красками пастель. Первая краска. Тимур себе приготовил золотую, но она очень густая, потому что в прошлом году купленная. А дальше будем посмотреть. Первая у меня будет краска красная. Половка. Самой светлой нужно краски. Подумай, какие цвета где у тебя будут. А, желтая, желтая, желтая. Да, раскрашивай. Аккуратненько. Второй ручка пусть помогает, поддерживает сам рисуночек. Я с цыпленком хочу. Да, и у нас будет желтенький цыпленочек, малыш. Так, а лазик у него? Подальше нужно держаться от контура, потому что красочка еще будет растекаться и зайдет за пределы. Поэтому немножко отступать на миллиметр, желательно от контура. Немножко отступай от контура, чтобы не выходило за предел. Вот такой у нас чудный цыпленок получился. Теперь белый. Надо немножко еще подкрасить, на мой взгляд, ему хвостик, потому что у него на грудке много краски, а на хвостике... Не, на хвостике. Ну, не важно, у него же головка такая. И осторожно, не выходи за контур. Тимур же пока у нас карандашом рисунок, который он планирует, который у него будет на его шкатулке. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Кулачка будет зеленая Хвостик шелтенький То есть хвостик красный А это зеленый А резкие будут оранжевые Вот эти капельки Капельки хвостики И клювик оранжевый А гребешок сделай розовенький, красный А в одном месте экономлю А в одном месте экономлю Да нет, нужно там где сухо А не делать дырку Я салфеточек достаточно положила А я краску там смываю А потом... Нет, надо специально в сухую А сейчас там сделаешь дырку Можешь еще нанести Кстати зеленый цвет на основу Сейчас на лужайку На которой они будут стоять Поставь ее по центру Лужайку Лужайку, да Да, подставочку Пока что я это отодвину Пусть высохнет Ну да Да, я это имела ввиду Нанеси зеленый цвет на нее Чтобы основа подсохла лужайкой И потом ты поверх Мог нанести точечки оранжевые И лепесточки розовенькие Или желтенькие А можно и те и другие Чтобы было красиво И вот Вденье И на иные И на иные Вденье Вденье И на иные Свет Вденье Смотрите продолжение в следующей серии. Немножко подсохли. И когда подсохнет наша лужайка, мы сможем нанести красивые точечки. Перевернем и так тоже. Двухсторонние не обязательно делать. Мы единственное, что можем эти курочки сделать двухсторонние, такой же рисуночек нанести с другой стороны. Нет, я хочу. И чтобы у нас были курочки двухсторонние, чтобы со всех сторон было разноцветное. Я хочу. Ну, так лужайку тем более тогда не надо. Зачем тогда лужайка, если она будет стоять, как подставочка на полу? А курочки будет видно и с той, и с другой стороны. Так, будет. Так. Можно анализовать глазки? Ну, конечно. Только глазки, наверное, надо в самом конце. А тут у меня тяжело в глазке. Все, главное не трогать. Это будет огромный глаз. Не трогать главное. Пусть подсохнет. Не трогай теперь ту часть больше. И вытришь, чтобы кисточка у меня сухая. Видны наши работы. Тимурчика еще не доделанная. Владика уже. Семья готова. Стоит. На выставке, да. А Тимур еще будет заканчивать. Продолжение следует. Спасибо.